добро пожаловать на канал народные советы из этого ролика вы узнаете о туберкулезе легких и его симптомах но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал видео выходят каждый день и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине также можете подписаться на странице канала в соц сетях ссылки в описании ну а теперь вернемся к теме ролика на моем канале выходили ролики посвященные лечению туберкулеза и они будут всплывать в правом верхнем углу туберкулез это опасное инфекционное заболевание лечение которого продолжается довольно долго и требует обязательного соблюдения всех рекомендаций врача болезнь вызывает микробактерия туберкулеза этим заболеванием люди болеют уже сотни лет оно может поражать весь организм человека но наиболее часто поражаются легкие туберкулез передается аэрогенным путем от больного выделяющего микробактерии туберкулеза любой человек может вдохнуть инфицированный воздух в котором содержится микробактерии туберкулеза основным источником инфекции является мокрота больного заразного формой легочного туберкулеза мельчайшие капельки которой инфицированные микробактериями при кашле чихание разговоре смехи зевание оплевывание попадают в воздух далее вместе с потоком воздуха они попадают в легкие здоровых людей и вызывает туберкулез инфицироваться туберкулезом можно в переполненном плохо проветриваемом помещении если в нем находится больной с выделением микробактерии в окружающую среду заболеть может любой человек вне зависимости от социального статуса и материального положения повышенной опасности подвергаются люди которые находятся в постоянном контакте с больным заразной формой туберкулеза легких люди с ослабленным иммунитетом люди страдающие алкогольной и табачной зависимость потребители наркотиков люди живущие с вич а теперь поговорим о симптомах иногда болезнь протекает бессимптомно и все же должно обратить на себя внимание то что человек с каждой неделей становится все более нездоровым заболевший начинает терять аппетит медленно но прогрессивно худеет появляется и прогрессирует каши вначале сухой а позже с выделением мокроты часто отмечается невысокая температура развивается повышенная утомляем все чаще больной по ночам потеет проходит время человек как бы на время выздоравливать это может длиться месяцами но обычно в весеннее время наступает обострение болезни симптоматика болезни становится выражением прогрессирует общая слабость появляется одышка усиливается кашель увеличивается количество выделяемой мокроты больной прогрессивно теряет в весе аппетит становится все хуже интенсивность кашля нарастает прогрессирует и одышка больные обычно теряет до 30 50 процентов первоначального веса нередко на щеках появляется лихорадочный румяне больной становится опасным для окружающих с мокротой выделяется и распространяется воздушным путем туберкулезная палочка становятся зараженными и предметы обихода которыми пользуются больной все вышеперечисленные признаки веское основание для посещения врача прохождения специального обследования если это видео было полезным для вас пожалуйста поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал а на этом у меня все до скорых встреч